Так, некоторые еще новости. Полное молчание. Я это многократно говорил и повторяю, некоторые этот урок еще не прошли. Я обязан долбить, что дважды 24... Какая высшая математика? Я христианин, а я следую за Христом. Это говорят все. Но перед этим есть две ступени. Если ты их не прошел, то на третью не перепрыгнешь. Первая ступень. Самое главное в этом. Отвергнись с себя. То есть свое научение, наклонности, привычки. Отвергнись. Вот это обида, когда сделали замечание, обида. Кажется, человек такой спокойный, тихий, но ты его не знаешь, ты его затронет, только ты увидишь, что там будет. Если человек отвергся с себя, он из-за всего извлекает пользу для себя. Ему сделано замечание, он еще наедине переспросит, а может быть еще где-то что-то не так. У меня были такие друзья, которые звонили и, жили рядом, спрашивают, ну как вот у меня, что не так, что я еще не так делаю? Это желание быть очищенным перед Богом. И для этого существуют проповедники, проповеди. И людям говоришь об этом. Отвергнись самого себя. Вот сегодня мы слышали проповеди Златоуста о зависти. Это страшный грех. Ну, братья продали Иосифа по зависти. Писание говорит, братья Иосифа. Что завидовать-то ему? Он почти самый младший. Ну, завидуют старшему, что старшему имение отец подпишет. А младшим-то ничего и нету. Почему они завидовали? Не из-за разноцветной одежды, а из-за любви отца. Да. Отец больше его любил, и поэтому проявлял знаки своей любви. А он ответы доносил от братьев где-то, и они страшно завидовали. И предали его не из-за того, что он был красивее, благороднее, был целомудреннее. Это потом обнаружится. Но Писание говорит, и предали его из зависти. Это Стефан. Спустя тысячу лет он знает про это. Никогда никому не завидуй. Что хорошо кто-то играет на флейте. Ты, говорит, еще более гениально можешь слушать. Я в депархии был, и я им сказал, почему вы ненавидите книги мои, меня. Единственное, это зависть. И зависть, почему? Вы создать этого не можете. Я открытым текстом говорю, почему вы не можете? Вы без таланта, у вас нет таланта написать. А почему нет таланта? Мы академию кончили. Потому что вы рабы, епископские рабы. Он давит и прессует вас, и вы не можете слово сказать. У нас некоторые узнали, что мы были в епархии. И даже батюшки нашему звонят, священники места епархии. Так вы что, решили с московской патриархией соединяться? Не вздумайте под этот пресс идти. Под этот пресс. То есть раздавят. Это такая тоталитарнейшая система. Праха не оставит от тебя. А они ничего не могут создать. Почему? Он талантливый, но он все время живет, если не так скажу я, артерия его жвягнет, отнимет. И поэтому он боится, сам себе рецензирует и ничего не может сказать. Ты посмотри, когда мы сейчас просматриваем, что записи сделали там. А сделали в двух вариантах. На одном видеоаппарате записывал Сережа, а на другом Володя. И они с разных позиций, и это тоже что-то дает. Где-то что-то слышно больше. Вот и был, видел как. Гости пришли. Гости. Что он говорит? Гости пришли. Гости пришли. Давайте сюда. Кто-нибудь пройдите туда. Виктор Андреевич, быстренько пройдите там. Покажи, что там не так, приведи в порядок. Я пока закончу эту мысль. Никогда никому не надо завидовать. Зависть иссушает человека. Зависть человека делает безумным. Вот мы разговариваем как бы с очевидцами, со современниками жизни Иисуса Христа. И зачем они его предали? Ну, он назвал себя царем. Ну и что царь? Ну, сказал царь. Ну, какой царь, когда ни войска, ничего нет. Уедет на коня, на оцленки. Даже вот следователи, когда следователю поступают заявление, говорят, он мне угрожал. Угрожал. Это угрожал, это серьезная статья. Но нужно смотреть еще, реально ли он угрожал. Ну, смотрите, ребенок слышал. Ребенок взял пистолетик, направил, я тебя убью, дядя. Ну, нельзя же считать серьезно, что ребенок из игрового пистолета его убьет. Сейчас, еще минуточку, минуточку. Так. Что получается? Пилат знал, что Иисуса предали в зависти. А они не знали. Язычник из Рима, которому тоже многие завидовали, что быть прокуратом страны такой. Но они не знали это. Потому что зависть съедает совесть. Не дает здравого мышления. Предвзятое суждение в человеке убивает рассуждение. Ты думаешь, учишься, у тебя нет завистников? У тебя есть завистники, что ты вдоль проницательный, что учишься на пятерке. Зависть всегда съедает человека. Да и положи себе, никогда никому ни в чем не завидовать. Говорит, а у меня белая зависть. Ну, желание лучше быть. Что белая зависть, это не евангельское выражение. И вот на неделе мне один архиерей пишет. Там тоже архиерей, тоже в интернете работает. И показывает. Посмотрите, вот помолитесь за юношу, которого мы рукополагаем. И он его рукополагает. А я вижу прям, ну, молодой совсем. Я спрашиваю, а владыка, сколько же лет ты кому-то рукополагаешь-то? Он говорит, да ему уже 25 исполнилось. Я ему тогда раз, 6-й Вселенский Собор, 14-15-е правила, туда толкование Вальсамонов, Зонара, там все, что есть. Так, на каком же основании вы его рукополагаете? Ему 30-летний надо, сейчас надо извергать. Я знаю, что архиереи могут отвечать. Как правило, ну, некого больше, ну, церковь пустая, храм построили, народ просит. Здесь он ответил мне так, что я попятился. Притом архиерей хороший. У нас хорошее с ним отношение, мы нигде против, не сталкиваемся. А тут я замя, думаю, он пошутил. А он говорит так. Так, минутки. Так, не выходите сюда. Проходите сюда, поймите. Слушайте, смотрите, что он ответил. А он ответил так. Властью архиерейской я могу 1 год засчитать за 10. Властью архиерея. Но если ему 25 лет, он мог бы ему начислить 250, если умножить на 10-то. Я говорю, на каком основании? А он говорит, согласно диспенсии. Я такого слова даже не знал. Я говорю, а что такое, в интернете поищите. Вижу, что он уже насторожен. Я посмотрел, это была фамилия такая. И он говорил, что путем усилий может природу переломить. А он это объявил теперь на года. Я говорю, а разве святые этого не знали? И где-нибудь они прибавляли, чтобы 1 год считать за 10 властью архиерейскую. Нигде ни Павел на это не посягал, ни Христос, ни Бог. Нигде этого нету. И все, больше он мне не пишет. 2 года переписывались с ним. И через 2 дня мы потеряли как будто бы связь. Значит, власть архиерейская, она претендует на власть Божию. И даже выше того. Властью архиерейскую я могу 1 год посчитать за 10. Вообще ужасное состояние. Он от этого что, стал старше? Умнее, что ты его посчитал? Нет, конечно, ты нарушитель. Мы говорим о вещах как будто бы, ну, не ежедневных таких. Ну, у нас вот есть сёстры, которые находятся здесь. Я вот в интернете смотрю. У мужчин, у всех пантов, главное, бритый галстук. Два вопроса. У женщин открытая голова и открытая грудь. Вот так вот сделано, да фупа почти. И тут так вот в стороны грудей, но только чтобы соски были закрыты. Или вот так вот. Уберите все эти платья, зашуйте. Вот так вот сделать, вот закрыто, вот больше ничего нет. Чтобы ни одного платья у вас даже не оставалось. Живите целомудренно. Вы будете терпеть ущерб такой, о котором даже не позадреваете. Один зэк при выходе из леса увидел стоит дачный домик. А рядом играет девочка. Он её, ей 6 лет. Он её изнасиловал и задушил телефонным проводом, который на свалке был. А его поймали и спросили, кажется, посмел. А зачем её задавила, а потом пнулась стерва. Стерва. А зачем её так украсили? А у неё серёжки там были, всё. Зачем вы это сделали? А если бы она была, просто бегала обыкновенная девчонка, может быть, даже не посмотрела. Лесо погубил хвост. Берегите себя. Выходите вот так соломудренно до дому. К вам ни один нигде не подойдёт. Они будут смотреть и думать, шахидка идёт. Сейчас она пояс замклёт, и он взлетит на воздух. Всё, сейчас я приглашу друзей Кирбарка. О, ну что, на выставке, батюшка? Батюшка позвала. Нина говорит, поехали со мной. Я, скорее всего, надеваюсь, и Люда выходит. Так, гости пришли? Я с вами, мы на выступы такие. Попели батюшки. У кого какие вопросы, может быть, тут будут? Я вас, может, ещё покорбить? Матюшка. У него Люда остановилась, пришла. Повара, приготовьтесь, покорбить братьев. Скажется, пять человек. Мы маленько побеседуем. И сразу поуберите вас лишнее, чтобы я стол освободил. Я думаю, вот, знаешь, стол посадил. Вот это нет, чтобы вы будете... Да, вот туда, уберите. Остальные балански до стола, никуда братья не расходите. Так, Марина, что положим? Пожалуйста, всё, 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 спрашивай. А чё компот-то им? Вот так. Ну ладно. Сейчас они придут. Пропустите женщину с ребёнком.